Напоминала или хранила какую-то информацию о своем пути в космосе, и эта информация влияла на судьбу человека. Вот это вот верование, оно идет из начала стоицизма, и про этот небесный огонь было известно, известно некоторые его свойства. Например, что он неугасимый, но то, что зажжено от него, в принципе, угасимо. Но сам божественный огонь неугасимый. С неугасимостью божественного огня связано первое представление о бессмертии души. И считалось, что божественный огонь приходит на землю не только в форме искры божественной, которая попадает в человека и приносит в него душу, но и, например, в виде молнии. Молния тоже, вот она приходит прямо с небес, вот таким вот мощным столбом пламени, и поэтому считалось, что все, что загорелось от молнии, например, лесной пожар, он еще божественный огонь, но уже угасимый. Понимаете? Да, да. Вот это была система положительного верования, которая была нормой в этом сообществе и вообще в цивилизованном тогда при среднеземноморском мире. Диоген придумал эксперимент. А, да, еще свойство божественного огня состоит в том, что пламя, в котором есть элемент божественности, притягивается к такому же. И искра души притягивается к такой же. Поэтому брак между людьми, если он удавался, то, значит, одинакового качества искры и души встречались в мужчине и женщине, или в мужчине и мужчине, или женщине и женщине. В древней Греции этой фобии по отношению к гомосексуальным наклонностям не было. Это было вполне салонное явление. Мы знаем культуру, воспетую на лесбосе и так далее. Но это так, в сторону замечания. Так вот, значит, если считать, что в каждом человеке есть божественный огонь, и он светит из глаз. Кстати, вы знаете теорию зрения Древней Греции? Она похожа на теорию радара. То есть божественный огонь души из глаз освещает мир невидимым божественным светом, но предметы светятся и пересвечиваются, как происходит перелимонисценция, и они светятся видимым светом, который этот же глаз уже от предметов воспринимает. А солнце при этом играет роль катализатора. Вот, значит, вот все это Диоген Селайкийский собрал воедино, и он сказал, что это наше представление. Эти верования, эти представления позволяют провести критический эксперимент. Он ждал, пока ударит молния в... Сейчас, секунду, еще одну вещь. Определение человека. О нем тоже нужно вспомнить. Стойки считали, что человеком является тот, у кого есть искра божественного огня в душе. А тот, у кого нет, тот не человек. По их представлениям, у преступников не было искры божественного огня, поэтому они и были преступниками. А тот, у кого есть искра божественная, тот преступником стать не может. Вот, значит, совокупность этих представлений позволила Диогену Селайкийскому сделать следующий эксперимент. Он ждался, пока молния ударит в дерево. Этим деревом оказался дуб, тоже недалеко от Афин, потому что он из Селайкея уже тоже пришел в Афины. И он от этого горящего дуба зажег фонарь. Зажег свечку в фонаре. И с этой горящей свечкой, в которой теперь горел огонь, зажженный от божественного, и поэтому в первой потерявшей неугасимость, но не потерявшей еще божественность, потому что вот так по передаче, он стал искать человека, по определению человека, тот, в ком божественный огонь, потому что божественный огонь притягивается к божественному огню. И вот он с этим фонарем подходил на рынке, где очень много людей, и он подходил и подносил этот фонарь к лицу или к глазам, и смотрел, отклонится ли пламя внутри фонаря в сторону лица. И если отклониться, то он с помощью этого индикатора божественности нашел человека, объективно. Так вот, человека он не нашел. Отсюда возникла вот эта поговорка, днем с огнем человека не найти. И, но эта поговорка осталась во языцах, а на самом деле это был первый кардинальный эксперимент. И этот эксперимент заставил Диогена Силайкейского, человека образованного, вежливого, и преподающего, и создавшего школу, конечно. Вот, он заставил его отказаться от идеи божественного огня. Спасибо, очень интересно. Я думаю, что это сильно. Да, достаточно сильно. То есть это один из великих, действительно великих мыслителей и философов. И мне всегда обедновато, когда его путают или просто соединяют с простым хамом. И этот Диоген Афинский сказал так Александру Македонскому, совсем не потому, что он был аскетом, а потому, что хамство и стёб в его собственных глазах и в среде его вот этих вот кинников, оно его возвысило. Он посмел самому царю сказать эту глупость. Но царь, как человек, достаточно мудрый отошёл. И ничем не стал им заниматься. Волхвы не боятся могучих владык. Да, но мы скобку открывали, вы помните? Да, я помню. Я хотел ещё, прежде чем я вас в заключении попрошу почитать ваши стихи. А это с удовольствием. А вот до этого ещё у нас есть немножко совсем времени. Меня поразило одно ваше определение, которое, мне кажется, заслуживает того, чтобы им могли оперировать в более широких масштабах, шире, чем вот наш сегодняшний разговор, те, кого это интересует. Вы определили культуру. И культуру вы определили, как, что разные культуры относятся друг к другу способом осуществления теургии. Это определение отношений культур, но это определяет и саму культуру, как таковую. И мне хотелось бы, чтобы вы об этом сказали несколько слов. Люди, интересующиеся религией, знают, что такое теургия. Но есть много людей, которые интересуются культурой, но не знают, что такое теургия. Поэтому я позволю себе определить теургию. Слово теургия – богословский термин. И этот термин означает «теос» – это бог, божественное. А «ургиос» – это буквально в древнегреческом языке «важжа» или «управляющий элемент» стал. Значит, теургия – это воздействие на божество, воздействие на бога. Мы все, независимо от того, какую религию мы исповедуем или практикуем, конечно же, в рамках нашей религиозной жизни занимаемся теургией. Каждая молитва, каждая просьба – это, конечно же, теургический акт. Мы просим Господа, неважно какой мы религии, христианин ли вы, или мусульманин, или вы иудей. Или даже если вы исповедуете религию, в которой нет явного понятия бога. Например, в буддизме. Или религия, в которой есть множество богов, или демонов, или посредников, или представителей. Да, и индуистические, и шаманские, и анимистические религии. Это может быть образ предка, к которому вы обращаетесь, или природа в целом. Всякое взаимодействие обязательно содержит элементы диалога. Человек слушает, человек говорит, человек уполномачивает бога, чем? Благословляя его, ставя его над собой, внутри себя. Это абсолютно не вопрос, кто кого создал. Это вопрос актуального нашего поведения, что человек религиозный служит, он совершает богослужение жизнью, своим отношением к самому себе. Есть такой анекдот, что приехала группа крутых ребят из России для повышения культурного уровня. И их повели в Иерусалиме, там по городу и к стене плача. И вот кто-то из них спросил у экскурсовода, а вот эти вот шапки-то носят, вот эти евреи, это чего значит? Экскурсовод стал им говорить о том, что мы покрываем голову в знак того, что мы не являемся рабами, что вот рабы так, а мы не рабы, даже не рабы Бога. И кроме того, у нас есть с Господом связь, договор с ним. И когда-то это был писанный договор, и заключая договор, договаривающиеся люди клали себе договор на голову, вот все это вот, ермолка или кипа символизирует именно это. А ребята эти не понимают, что он там бормочет. Но слава Богу, у них был переводчик. И переводчик перевел. А он говорит, что все, кто это носит, они понимают, что они не самые крутые на свете, что у них есть кто покруче. Все забавно. Вот. Значит... Да. Такое... Простите, сбылся мыслью. Отношение культуры... Теургия. Да, да, теургия. Да. Так вот, теургия – это взаимовлияние. Мы влияем на Бога, в этом нет ничего неправильного. Более того, грешно не просить Бога об улучшении, если вы в Него верите. То есть, отказ от просьб к Нему – это пренебрежение Его потенциалом быть для нас водителем. Вот. И вот поэтому теургия – это вообще говоря процесс и действия, совершаемые для того, чтобы оказать влияние на мир или на себя самого. Да. Молитва действует прежде всего на молящегося через обращение к трансцендентному. Да. Как бы мы посылаем нашу молитву, намерение, или там, например, мы пишем стихотворение, ну, как воздушный поцелуй. Спрашивается, а действует ли воздушный поцелуй? Это вы мне напомнили Пыляеву, Михаила Пыляева, в его «Знаменитые чудаки-оригиналы». Там есть такой, значит, генерал, это одного чудака, генерал, который был, ну, неизбежно суеверен. И вот он однажды в церкви, даже когда обнаружил там икону, высоко висящую, которую ему хотелось поцеловать непременно, он попросил служителя церкви, чтобы ему эту икону сняли для поцелуя. Служитель ему популярно объяснил, что этого делать нельзя, потому что вот икону снимать нельзя. И тогда этот генерал послал иконе воздушный поцелуй. Вы блестяще ответили на этот вопрос. Да, да. По моему глубокому убеждению, воздушный поцелуй действует почти как настоящий, но при этом нельзя не заразиться, не заразиться. Ну да, совершенно верно. Можно этого чудака считать... Абсолютно, я поддерживаю. Да, конечно. Разумеется, он осуществил свой внутренний теургический акт. Так вот, о культурах. Культура трансцендентна по отношению к прагматическому бытию, с одной стороны. А с другой стороны, она создает пространство, в котором мы живем и в быту, и в коммуникации, и в наших представлениях и интеллектуальной деятельности. Культура это знаковая система и живая система. Да, знаете, вот это очень важно, потому что многие не понимают, что творчество является теорргическим актом, поскольку, когда, если это творчество, конечно, когда происходит акт творчества, то автор не может отдавать себе отчета, куда оно направлено, потому что иначе это так неосуществимо. тогда получается какая-то уже прагматическая вещь и совершенно нетворческий артефакт. Да, да. И я позволю... Или симулякор, как сейчас любят говорить. У нас еще есть немного времени, вот я хочу вас попросить почитать стихи из ваших книг. Вот вы сейчас с собой принесли одну книгу поэм-13, и это указывает как-то на вашу любовь к символизму и вообще к периоду этому в русской литературе. И другую книгу, которую вы держите в руках, но я у вас вижу и рукописи на столе. Это, наверное, новая стихи уже, да, в книг? Да. Вот что вы предпочитаете? Это совсем новые стихи, а там внутри лежит рукопись только что вышедшей книги, если рано скажешь, которой у меня с собой нет, потому что это огромная арт-книга вот такого вот размера, совершенно нетранспортабельная. Вот. Я просто прежде всего хочу прочесть стихотворение, имеющее самое прямое отношение к затронутому, к только что затронутой теме, к теургии и к творчеству как теургическому акту. Конечно, творчество это теургический акт, потому что он обращен к трансцендентному, что бы мы не понимали под ним, или божественное, или любовь, но это трансцендентное, оно вне прагматического круга. И создав, или создавая это трансцендентное, человек прежде всего влияет на себя самого и меняет себя. И по этой причине культурное а меняет себя, это значит, он меняет свою божественную сущность, только тогда это остается. Поэтому, конечно, вы правы, каждый творческий акт, это безусловно теургическая практика. А что знает творец о том, что он делает, я спросил это так, а что знает буква о значении слова, потому что я буква. А слове оно еще кое-что может быть знает, а вот о его значении. Да, именно о значении, но если я буква, то меня же кто-то озвучивает. вот это. Знаете, пока мы не начали читать, я в этих случаях приводил один очень простой пример. Человек сидит в кинотеатре и видит кино. И это кино, это есть проекция луча на экран. Он видит это кино, а вот что думает персонаж этого фильма о том, откуда он взялся? Значит, он еще может, возможно, обнаружить вот этот луч, который проектируется на экран и сам экран. Но он ничего не может уже знать о самом киноаппарате и о том, как там чередуются кадры и как в нем движется пленка. Вся эта механика. Юра, вы просто, что называется, не в бровь, а в глаз этим вопросом. И вот именно я когда-то дозрел до этой мысли и она меня хотел бы сказать потрясла, но это слово как-то затасканно. Оно привело меня в душевную дрожь. И отсюда родился вот этот сонет. Мы знаем, что глаза не бывают неправильные, руки становятся корочки. слышим. Что знает буква о значении слова, о человек, о назначении жизни, кровь при рождении, ковш на тризне, что ведает ловец о цели лова, ловец А слово что о мозговом химизме, покров случайности, загадка ова, и что случайность о судьбе покрова, что ведает свет радуги о призме. Зеркальной сутью славится вода, как нет и да, всегда и никогда не всемогуща длань и не всезрящее око, что значит знание, что есть простота, зеркальную испить росу с листа единого его все одиноко. Очень убедительно как теоретический акт. Да, конечно, как теоретический. Почитайте еще. Хорошо. Сколько? Ну, у нас есть еще целых девять минут, и можно за это время прочесть несколько стихотворений, которые вы хотите прочесть. Я позволю себе в таком случае прочесть из неопубликованных. Вот эта вот книга, если вы сможете найти, называется «Предрассудок». Да. Варис Шапира. книга, как мне сказал издатель распродана, и я надеюсь, что в следующем году выйдет дополненное и расширенное издание этих обеих книг. Чего я вам желаю. Спасибо. Рот, раскройся, песня брызни, слово души породнит, вот они ворота жизни, а в них девочка стоит. Рот, раскройся, песня брызни, словом души породнить, вот они ворота жизни, а в них девочку любить. Знаете, каждое стихотворение важно, но самые важные, наверное, последние. Да, это как водится. Да, это всегда. я прочту псалм. Раз, два, три. Ты со мной поговори об истории немного, как ты стал и как мне быть, как мне жизнь мою прожить. Ты логос и митрос, а не фантомас. вспомни, Господи, и помилуй нас. Логос источник, а митрос дорога, лестница от устья, сердце до Бога. Сотвори человека из нас, сотвори из нас человека, чтобы радость творить, а не бяку. Говорить-то мы говорим, а надеемся все же на Бога. как, как, Господи, помоги, помоги, Господи, помоги, сотвори ты нас, сотвори. Почему нет мира на земле? Это я не смог сделать мир. А ты, Господи, сможешь, потому что ты, Господи, добр. Один мой сын мусульманин, в голове у него джихад, он хочет весь мир осчастливить, чтоб каждый был каждому брат. Другой мой сын неонаций и классный русский фашист, он хочет спасти Россию, а я старый жид пацифист. Не тот Бог, кто всемогущ, а тот, кто добр. Помоги, Господи, помоги, человека из нас сотвори. Да. Не унизить ненавистью душу это работа, делай ее всю неделю и по субботам, на помощь себе никого не зови, ни друга, ни Бога, и место создашь для любви. Я хочу это стихотворение еще раз прочесть. Да, если можно, да. не унизить ненавистью душу, это работа, делай ее всю неделю и по субботам, на помощь себе никого не зови, ни друга, ни Бога, и место создашь для любви. Да, глубокое стихотворение. Одно из редких стихотворений, которое почти что сразу запоминается. Еще одно, наверное, да? Ну, может быть, два, да. Еще два, хорошо. Давайте я прочту еще одно стихотворение. Я, если я художник, я должен уметь писать с натуры. во всяком случае, я пишу портреты. У меня есть большая серия, скоро их будет больше сотни. Просто портреты людей. В стихах? Да. И иногда я их называю, этих людей иногда нет, но мои друзья говорят, что эти люди узнаваемы. Просто вот, что если кто-либо этого человека знает, то... У нас был такой поэт один уже, его звали Александр Сергеевич Пушкин. Он почти во всех своих сочинениях так или иначе сочинял портреты. Да. Но я это не всегда делаю. Вот я прочту пример портрета. Портрет с натуры. Портрет художника Михаила Шнитмана. Дверь отпер с заспанным лицом. Зевнул, сказал садись так в полусне и смутными глазами взял подрамник с холстом поставил на мольберт опять сказал садись. А я уже сидел. Вот он развел олифой трепентин зевнул и потянулся и говорит садись. Так я сижу а он меня не видит. Он видит что-то на холсте. Он кистью контур головы обвел и вдруг проснулся. Поставил точками зрачки а рот его чуть приоткрылся лицо преобразилось взгляд стал острым он взрезал пространство этим взглядом как будто скальпелем а кисть его была что палочка у дирижера он творил из звуков из звуков тишины портрет себя с чертами моей физиономии моей но мне она уже не доводилась частью тела а была лицом и тайной что я в тайне знал о себе скрывая постоянно от самого себя он высветил бесстыдно на обозрение всем и я покрылся краской я покраснел от горького стыда быть может в первый раз тут он сказал садись и начал рисовать и я проснулся и ангела увидел пред собой он с удивлением и гневом горящей кистью как мечом меня из рая изгонял в котором гнил я от самодовольства гнил и смердел не зная ничего спасибо мы уже не успеем еще одно к сожалению но я вас приглашаю когда вы будете в москве вновь еще на одну передачу в которой мы займемся другими аспектами вашей творческой деятельности вы много приводили разных авторов и пропагандировали к тому же разных поэтов российских современных поэтов которым вы пытались привлечь внимание мне это кажется очень интересным большое спасибо большое спасибо вам за беседу приезжайте к нам снова большое спасибо за приглашение и вам большое спасибо за долготерпение и участие в нашем разговоре до свидания уважаемые телезрители живого телевидения до новых встреч сегодня была встреча с Борисом Шапиром двуязычным поэтом сочиняющим стихи на русском и на немецком языках и ученым ведущий в студии Юрий Прусковиков до свидания до свидания